друзья мои всем привет с вами снова наталья новикова я рада приветствовать вас на своем канале сегодня у меня будет очередной посев и как вы догадались сеять я буду пожалуй один из моих любимых цветов конечно же это остеоспермум для тех кто на моем канале не частый гость и для тех кто зашел конечно же впервые я напомню что остеоспермум вместе с питомией я сохраняла на время зимнего периода виде маточника в своей обычной городской квартире на простом подоконнике и все бы шло очень даже неплохо пока в одну из февральских ночей кто-то один из моих замечательных пушистых котиков мне не перевернул остеоспермум с моего подоконника под батарею то есть было у меня в планах его размножить на черенковать но этого сделать мне не удалось потому что под утро там просто спасать было уже нечего куст весь завял поэтому сегодня мне ничего другого не остается как снова посеять свой любимый цветок уже семенами но друзья начну я с того что пожалуй не все семена от разных производителей замечательно одинаково хорошо сходит на это конечно же обращайте внимание плюс иногда мы совершаем такие некие ошибки при посеве именно этого цветка что остеоспермум у нас просто не всходит многие меня спрашивают наташа ты вот так наверное активно пользуешься стимуляторами роста чем-то их там обрабатывая что они у тебя так хорошо все всходят вот друзья все чем я обрабатываю лежит перед вами но я не фанат скажем так стимуляторов роста последнее время я использую вот такой вот энерген я могу сказать что если даже вы опрыскайте обычной теплой водой с добавлением того же фитоспорина например семена при посеве то они также замечательно взойдут конечно если семена качественные то есть я не увлекаюсь вот этими стимуляторами роста я считаю что в некоторых моментах они ну не сказать что пустышка но не особо так уж прямо работают по этому верить вы какие-то чудодейственные свойства я бы не стала также хочу сказать что самое главное наверное такая распространенная ошибка что многие семена остеоспермом при посеве замачивают считают что они довольно крупные вот такие вот как семечки их нужно замочить вот остеоспермом это пожалуй такой цветок который не любит замачивание семян перед посевом если вы такой фанат на замачивание семян то вы в принципе можете просто обернуть в какую-то такую влажную салфетку не более чем на час но я считаю что это будет лишнее значит семена у меня от производителя биотехники я люблю биотехнику это не реклама это мой опыт это тот производитель который ни разу меня еще не подводил и как-то с ним скажем так мне спокойнее конечно семена не из дешевых потому что здесь всего 5 семян в одной пачечке и стоит это больше ну скажем так 150 рублей то есть конечно не дешевое удовольствие и очень хочется чтобы все семена все пять штук взошли следующий момент многие используют такую скорификацию то есть берут пилочкой и семена подпиливают кто-то даже берет в рот и щелкает как семечки ну я вот считаю что это абсолютно ненужные какие-то такие манипуляции то есть я сею семена а просто сухими и теперь давайте поговорим про грунт значит уже не первый раз я вам говорю что грунт я готовлю сама и в данном случае остеоспермом это тот цветок который любит грунт с добавлением песочка то есть помимо кокосового субстрата биогумуса я туда добавила еще и песок то есть виолку мы сеяли в такой более рыхлый грунт ну менее песчаный то здесь грунт песчаный и какое видео подряд я вам забываю сказать про вот такое вот удобрение которое я использую для рассады перед тем как сеть семена я добавляю вот в этот свой собственного приготовления грунт то есть здесь у нас содержится на все важные азот фосфор калий гуминовые соединения и конечно же микроэлементы то есть все это вносится вот этот вот пакетик в данном случае на 5 литров земли и только после этого уже я высеиваю свои семена то есть так как грунт я готовлю сама конечно я должна немножечко его сделать более питательным и наполнить удобрениями скажем так то есть одного биогумуса на мой взгляд недостаточно но и в принципе все готово к посеву сейчас я буду их семена точнее не заглублять очень сильно то есть еще главная такая ошибка что многие заглубляют чуть ли не на 2-3 сантиметра это глубоко то есть для остеоспермума достаточно 0 5 сантиметров не больше для удобства высыплю сейчас вот в такую вот маленькую емкость и просто буду брать пальчиком и заглублять буквально на немножко и вот так присыпать остеоспермум не любит глубокого посева поэтому не старайтесь создать еще какие-то такие проблемы для того чтобы семенам было сложнее прорасти вот этого делать не нужно данном случае для опрыскивания я сегодня использую тот же энерген очень мне нравится что там находятся те же гуминовые соединения еще раз повторюсь что если у вас нету никаких препаратов для опрыскивания не расстраивайтесь в этом нет ничего страшного все один пакетик я посеяла сейчас перейду ко второму 10 кустиков не знаю наверное маловато будет посмотрим может быть еще прикуплю посею до начала апреля можно этого можно это делать абсолютно спокойно так что буду вас держать в курсе как только остеоспермум у меня взойдет обязательно вам покажу обзор всходов ставим мы его светлое место в теплое место но в принципе сейчас она только на кухонном столе потому что у нас еще довольно прохладно на подоконник я ничего еще наверное не рискну поставить ближайшую неделю пока у меня там стоят маточники моей петунии не цветет она еще к большому сожалению я ее начеренковала поэтому естественно притормозится на некоторое время цветения но вот и теперь мы берем с вами раствор энергена и опрыскиваем наш посев грунт был уже довольно влажный потому что я его только только приготовила поэтому сильно мы увлажнять не будем теперь мы все это дело накрываем нашей крышечкой и ставим в теплое место все друзья мои на этом посев закончен то есть как вы видите ничего сложного поэтому выбирайте хорошие качественные проверенные семена всем удачных посевов увидимся услышимся до новых встреч и пока пока